Всем привет, с вами Галактика, мы продолжаем играть в Songs of Six и в прошлой серии мы неплохо поднялись по населению. У нас сейчас много бойцов тренируется, больше 100 человек, 197 жителей сейчас тренируются одновременно у нас. И будут тренироваться постоянно, сейчас пока просто количеством забиваем все дивизии. Дальше начнем в качество тренировать их, давайте в эту дивизию мы тоже назначим побольше его снаряжения, но у нас его пока не хватает, конечно же, мы продолжим наращивать производство всякие разные. Даже, наверное, нам надо расширяться будет дальше вот в эту сторону, единственное, что может быть... Нет, ну в эту сторону в любом случае для начала расширяемся, а там посмотрим. Я что думал? Чтобы повысить еще настроение наших жителей, мы можем построить храм. Храм довольно дорогое удовольствие для строительства, но мы частично уже имеем ресурсы для... Ну, необходимые для его строительства, нам только не хватает драгоценностей. Драгоценности мы можем сами делать из драгоценных металлов, которые у нас очень далеко и в очень маленьком количестве на этой карте. Поэтому, возможно, мы будем закупать драгоценности необходимые. И, наверное, да, мы сейчас попробуем сделать храм. Большой, хороший храм. Давайте мы расчистим место для него. Вот так. Единственное, что я бы хотел, наверное, оставить здесь дорогу. Возможно, тут мы что-то еще организуем, типа театра или что-то такое. Возле библиотеки может быть не самое лучшее место для всего вот этого, да, для развлечений всех, так как тишина должна быть в библиотеке. Но будем надеяться, что это не помешает. Библиотеку мы настроили, да, в прошлой серии еще парочку и по исследованиям очень хорошо идем сейчас. Но можно лучше. Можно намного лучше. Поэтому, может быть, надо подумать о еще дополнительных библиотеках. Ну, а многим сейчас нужно думать. И большое количество жителей позволяет более оперативно делать работу. И жители у нас еще растут? Нет, уже не растут. Нет, растут еще. По чуть-чуть, да. Прирост еще идет. Это хорошо. Давайте скоростью добавим. А, во-первых, у нас там осада идет. Я уже совсем забыл. Мы в прошлой серии отправили нашу именно боевую армию такую простенькую на осаду простенького гарнизона соседнего. Тут еще мы ждем. Пока что, да, ладно. Хочу налоги брать рыбой с того поселения. Ну, посмотрим, куда мы там административные наши очки добавим. Там будет видно. И нам администрации тоже добавить неплохо было бы. На самом деле. Но это уже будет все где-то, наверное, в другом месте. Потому что мы тут застроились весьма солидно. Весьма. И поле. Надо поле. Пока у нас еще есть... Давайте сейчас посмотрим, где... Наверное, вот здесь я поле сейчас сделаю. Пока еще есть зерно. Надо будет нам тут что-то еще построить. Ну, вообще, да. Можно было бы спальных мест организовать. Ладно. Было бы весьма неплохо. Черт, куда же нам тогда... Ну, что. Плодородность 65%. Скромненько. Посмотрим, сколько там орошения нужно будет. Но... Делаем. Делаем здесь. Надо будет больше ящиков для зерна поставить там. Мы милуем жителей и оккупируем этот регион. В этом регионе пока армия стоит... Да, все пока... Неплохо. Давайте попробуем отвезти армию нашу. И посмотрим... Так, как тебя... А я отправил, отправил. Посмотрим, как будут дела обстоять вот с преданностью, с... Всеми делами, если армии в регионе не будет. Вот так будут дела обстоять. Поэтому нам нужно... Обязательно... Добавить немного закона. Или много закона добавить. Может быть, повысим знания? Я вот думаю. Ну, первым делом... Во-первых, надо добавить... Гарнизон. Так. А если тут теперь убрать? Ага. Не очень мне нравится это дело. Я хочу рыбки. Немного. Угля нет, не хочу. Хочу рыбки. Так. Ладно, знания здесь не канают вообще. Я смотрю. Давайте вот так... Сделаем пока что. Нам надо, чтобы здесь был порядок. Чтобы можно было собирать немного налогов. И... Закон понижает производство. Да, слушайте. Ну... Я хочу, чтобы все-таки преданность была на максимуме. Пусть мы будем меньше налогов собирать из-за этого, но... Это... Лучше. Ну, вот так вот сделаем. Чуть-чуть. Не на максимуме. Может быть, когда гарнизон у нас появится здесь хоть какой-то, да, то появится и... Есть тут, да, есть параметр гарнизона. Тогда преданность... Можно будет немножко тут рокировку сделать. Повысится преданность. И... Короче, давайте пока заниматься своими делами. Там пока пусть... Рыбку нам присылают и уже хорошо. Будет. Так, спальные места здесь сделать надо. Выход мы... Сделаем сейчас тут. Вот так. Хороших спальных мест мы сделаем или попроще? Попроще мы можем сделать вот здесь, да? Запросто... Можем просто продлить эту комнату сюда. Как вариант. А здесь давайте построим новую. Может быть, даже просто скопируем вот это все. Как бы, что нам... Вот так, бах, и порядок. Во. Чуть больше дверей добавим. А, тут у нас входа же нету нигде никакого. Чуть больше у нас одна дверь получилась, да? Я думал тут сделать... Вход какой-то, но не получится. Ну ладно, так тоже пойдет, в принципе. В принципе. Тут я бы добавил... Хотя, рабочая нагрузка, смотрите, 20% всего лишь. А у нас все засрано. Добавим еще работяг сюда немного. Так. И вот эту комнату давайте мы расширим. Как-то так. Кроватим. Кроватим. Так. Немного предметов обиходбов. куда поместятся куда не поместятся то и ладно такие маленькие тоже пойдут хорошо ну собственно сто процентов уже дачу я там пытаюсь дальше выстраивать так хорошо это есть столовка нагрузка сто процентов давайте мы поставим авто найм здесь вроде еда есть на столах у рабочих мой тут уже практически докопали место для новых портных давай 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 есть работа ремесло тейлор нас интересует большой такой тейлор ну условно говоря давайте пока вот так поставим раз два шесть раз два три четыре пять шесть теперь полки с инструментами мне нравятся эти полки определенно так хорошо 98 ты ж зараза ну ладно я думал может быть еще одно рабочее место добавить тут верстачок какой-нибудь поставить мы кстати можем он тут вроде не мешает ни проходу нигде ничего не закрывает да всем на 49 рабочих двери дам двери отлично есть такое дело инструменты вроде пока в плюс идут но нам явно надо делать дополнительные рабочие места для производства инструментов для выплавки и это уже все где-то далеко так будет как по мне вот тут будут еще дополнительно инструменты производиться ну или броня там посмотрим хотя поехали и броня и инструменты так здесь проход на четыре клетки может быть даже с возможностью выйти сделаем это уже на пять что-то пошло там куда-то дальше наверно пойдет туннельчик так тут примерно такие же будут комнаты что нам еще нужно сейчас храмом мы займемся обязательно надо только тут распланировать я думаю нам здесь склад нужен как ни крути на складских помещений нам определенно не хватает причем нам нужен большущий склад здесь посмотрим насколько большой может быть еще больше чем можем вот так вот даже сделать склад короче посмотрим давайте копать будем где-то отсюда еще тоже и отсюда тут как делом тут продолжаются раскопки давайте включим скорость и добавим где все тренирующиеся я не понял я понял все натренировались уже все давайте теперь добавлять вот так тренировку на две звезды ну и здесь тоже также добавим пусть тренируются тем временем 7000 исследований да ну давайте посмотрим давайте наверно первым делом в тренировку пойдем вложимся а первым делом в вот сюда 4000 в повышение счастья на 13 процентов еще и в тренировку теперь дальше в тренировку будем вкладываться счастье счастье есть так тут надо было наверное поставить чё-то копать да может быть было бы неплохо кстати можно было поставить какие-то верстаки я чё-то не подумал тут я тоже не поставил ну и ладно жители набираются кантеров уже 20 собралось интересно вот мы сейчас храм построим сможем ли мы дотянуть до двух с половиной тысяч с храмом с одним я очень надеюсь на это тут у нас арена стоит весьма плохо мне не нравится знаете что я думаю что надо арену перестроить у нас сейчас и пленных там как бы практически нет давайте я наверное уничтожу вот это вот все много овощей у нас собирается на удивление никто не ест овощи мы наверное будем их продавать с ними больше делать нечего нам процентов процентов семьдесят давай на продажу сразу так а да нам надо еще одна комната для переплавки руды вот здесь мы ее сделаем сколько такого же размера я думаю 20 на 27 хотя там комната другая станки там эти печки другие по размеру ну ладно так не то дорогу вот сюда проложим сложу я тут немного хлопка на всякий случай пусть будет инструментов плюс пошли в принципе неплохо с вот этой вот мастерской здесь тоже можно будет переставить на хлопок на хлопок что я тут с этим хлопком на производство инструментов когда мы большое производство брони сделаем а может быть даже не будем посмотрим как по инструментам будет первым делом надо вот с этим закончить сейчас сюда 20 с лишним рабочих пойдет или сколько или 40 тут помещается я уже не помню так тем временем здесь готово так как бы я хотел видеть храм нам надо дорогу вот здесь все таки сделать у нас получается вот здесь 4 клетки тут на 2 клетки сюда спускаемся и в эти 4 заходим и здесь тоже 4 сделаем вот так тут можно будет что то еще построить типа театров каких то а вот здесь храм вообще я смотрю что наверное даже мало а стоп храм дорогу дорогу в 4 клетки вот сюда наверх да и для храма место получается не густо вообще храм должен быть большим и величественным только тогда да от него будет толк так тут у нас 11 значит еще на 11 выкопаем вот в эту сторону и вот такой вот храм у нас будет потом проверим чтоб симметричненько было и все такс 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 копаем пока что копаем ну где все рабочие вы нужны нам здесь 2 процента шанса нападения нормально тут чего то не хватает что ли 90 все копать наверное пошли да о водо строитель вернулся отлично 60 рабочих здесь даже о ща по одежде пойдём хорошенько в плюс я думаю даже можно будет увеличить количество одежды на складе которых не на складе которая использовали бы наши рабочие Здесь дорогу давайте постелим. Вот так. Вот это уже хорошее производство. Ну пусть сначала соберется там в достаточном количестве. Так, тут склад мы делаем. Новый, большой, хороший склад. Складов тут много не бывает. Прям вообще. Так, по центру. Вот так. Раз, два. Вот так, по идее. Какие-то уже полочки такие крохотные просто кажутся. Крохотульки вообще. Это, конечно. Хм. Вообще-то, наверное, можно даже пропуски сделать небольшие. Вот так, через клетку, или даже через две. Вот так. Теперь с вот этой частью сейчас разберёмся. Может быть также как-то сделаем. В целом, мне идея понравилась. Как раз по ящику с этой стороны, с этой стороны. По большому ящику. Тут как у нас поместится. Нормально поместится. По ящику вот здесь. Да, нормально. Раз, два, три. И... Шесть клеток. Чё-то промазал, да, немного я? Прям отлично. Это самый большой склад у меня выходит. Пока что, наверное, не последний, мне чё-то кажется. И не самый большой из всех, которые у меня будут. Вот. Во! Можно было бы ещё, наверное, маленьких вот здесь ящичков добавить. Парочку. Раз у нас тут не очень симметрично получилось. Ну... И здесь, кстати, можно добавить. Тут даже можно и побольше. Да, и там, по-моему, тоже тройные можно, да, поместить. Запросто. Вроде, со всех сторон обойти можно. Без проблем. Но это всё-таки ещё шесть ящиков дополнительно. Да, и здесь тоже можно добавить. Угу. О! Двери, да. Опять же, двери. Если б ты там двери строил ещё, ладно. А та как-то выглядит странным. Так. Нам надо выплавку металла ещё увеличить. Тут сейчас будем разбираться. С таким количеством печей мы, в принципе, обеспечим себя, я думаю, на довольно хороший срок. Металлом необходимым. Но только нам надо... Больше вспомогательных печей, чтобы сто процентов мы выработки получали. Семьдесят. Угу. Намного больше надо, слушайте. Я прям не ожидал, что так много понадобится печек. Девяносто восемь, и склад всё равно некуда поставить. Вот это да! Вот это да! Эй, а, блин, я... Чуть-чуть мышкой дёрнул. Ага, всё равно не выходит. Я думал, будет достаточно вот этих вот промежуточных. Всё не так. Ну, вот как-то вот так получается. На большое количество тоже рабочих будет рассчитано всё это дело. Но тут мы, может быть, не будем так много прям ставить сразу. Работяг. Так, там под храм, наверное, место уже расчистили. Да, отлично. Давайте начнём, наконец-то, строительство храма. Гномы поклоняются Атуре. И канторы тоже этому богу поклоняются. Может быть, ещё кто-то, да, но... Остальные нас не интересуют. Давайте, может быть, мы сделаем где-то так, чтоб... Типа, вход. Хм... Семь клеток, по-моему... Нет, восемь вроде норм тоже получается, да? Девять... Девять уже проблемы возникают. Ага, восемь клеток тоже проблемы. Семь клеток, короче, идеальный вариант. Давайте тогда сделаем на семь клеток. Вот такие эти самые для входа. На... На... Семь на три, получается... Так... Здесь, может быть, да дальше будет выход отсюда. Так... Теперь... Где-то здесь, по центру, нужно тоже расчистить. Небольшой вход такой сделать. Ну, вроде симметрично получается. Пока, да? Пока нам надо всего лишь 800 камня. Хорошо. У нас есть. Давайте алтарь посмотрим, какой мы можем себе позволить. Самые маленькие на 16. Драгоценные камни довольно много стоят. Но от размера алтаря зависит количество услуг, которые мы можем предоставить. Конечно же, и количество рабочих. Которые будут работать в храме. Так... А я тут что смотрю? Мы можем один пока что алтарь поставить. А потом добавить еще несколько со временем. Теперь осталось придумать, как нам его поставить так, чтобы... Мы не 96 потратили ресурсов на его строительство, а столько, сколько было там написано. И все. И алтаря нет. А, ну вот как раз. Нормально. Первый алтарь готов. 9 рабочих. 190. Ну, в принципе... Маловато, конечно. Хотелось бы еще один. Но мы, наверное, не потянем по финансам столько драгоценностей вот этих. Поэтому, да. Декорации. Все тоже стоит драгоценные... Драгоценности вот эти. Поэтому мы не можем себе позволить пока что много всего организовать тут. Но со временем, я думаю, сможем. Так, нам надо теперь убрать вот это все желтое, что есть. Пока что я предлагаю сделать просто вот такие колонны на входе. И этого нам маловато будет, да? Да, маловато. Угу. 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 Вот, ну все, мы готовы, в принципе, строить скромненько. А, стоп, мы еще не готовы строить величие, да, хорошее величие, вполне, почти 100%. Мы можем еще сделать украшения, добавить резным камнем вот этим. Так, хорошо, давайте сейчас мы как-то сделаем. Это у нас дорожки, мне не очень нравится то, что мы не можем их как-то не по клеточке делать, да, а расширить, как, например, те же ковры там и все остальное, что мы строим. Тут как-то с дорожками другая система, по одной приходится рисовать. Блин, все какое синее стало, кошмар. Ничего не видно теперь. И где я там нарисовал, и где не нарисовал, кто его знает. Так, 47% украшений. 500, у нас 1000 есть, мы можем, да, позволить себе дальше рисовать. Как минимум дорожки эти. Так, 84. Что еще? 100% украшений. 800 резного камня всего лишь получается. И по 32 руды вот этой вот, и 32 драгоценных камня. Драгоценные камни мы сейчас покупаем. Ну, не камни, драгоценности именно. Я думаю, мы возьмем с небольшим запасом для ремонта. Пусть будет. Пусть будет. Сделаем здесь двери. Так. Постелим тут дорожки. Факелы. Наверное, да. Вот так вот большие факелы мы поставим. Статуи. Я хотел вот здесь на входе поставить две большие статуи. Вход. Вот такой себе вход тут, да, но... Но какой есть. Это больше у нас центральный вход получается. Но здесь тоже мы можем поставить вот так две большие статуи. С этой стороны пока не можем. Там еще не прорыто. Так. Хочу теперь немного деревьев. Таких вот где-то по размеру. Так. Как-то так. Нет, а тоже дорожкой мы... Застелим все. Все. Врубаем скорость. Строим. Интенсивненько все это делаем. Что-то дверь я, кажется, не там построил. Или... Или... Или что произошло? А, я стенки убрал в храме. Ой, елки-палки. Тихо, я понял. Я понял, в чем проблема-то. Статуи... Статуи придется удалить. Статуи придется удалить. Может быть, теперь они есть. Где-то просто, видимо, на стенке построил. Тут теперь маленькие факелы только помещаются, да? А тут что-то не строят стенку уже тоже. Вот что-то... Или я когда приказал застелить плиткой, стены на плиты заменились. Но что-то, короче, пошло не так. Ну, вроде это небольшие проблемы. Мы можем стенки сделать. Да, стенки тут простецкие оказались. Так. Вернем статуи на место. Большие вот сюда. Тут большие факелы. А, ну, правильно, да. Тут большие не помещались только. Окей. Ждем, пока довезут ресурсов. Сейчас нам немного. Шанс нападения до 2% снизился. Продолжает снижаться, как будто бы. Давайте посмотрим. У нас 8000 уже знаний собралось. Нормально. Предлагаем... Поднять скорость тренировки, что ли. Еще. На 30 практически процентов. Ну, это вообще весьма интересно. Пусть у нас 200 человек тренируются в максимум. Будем надеяться, что максимума они этого достигнут. Рано или поздно. О, храм достраивается. Так, практически 2000 населения у нас есть. Дорожки. Угу. Без факелов, конечно, немного бедно выходит. О, там... Погоди, погоди. Надо достроить немного стен. Ну, в общем, да, вот так. Давай. Ремонтируем. Наверное, когда дороги прокладывал, застелил плитками просто. То, что было намечено стенами изначально. Во! Пошло дело. В этом храме мы жертвуем вот эту руду. Может быть, тут поставить где-то склад поближе с ней. Как вариант. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может быть, и не нужно будет. Сейчас. Побольше жителей придет. Полежит в храме. Приобщиться к нашему божеству, Дондорианскому. Наверное, не только Дондорианскому. Тут всего три бога из... Пяти раз, да? Из шести. Двое верят, как минимум. Может быть, по две? По две расы, как бы, на бога идет. Как-то так. Может быть, такое. Так. Посмотрим на настроение. Религия. Удовлетворенности. Верой. Как раз вот. Начало появляться. Но нужно еще подождать, чтобы больше жителей приобщились. Пока только 3%. Склепов нам не хватает. Бонус счастья, бонус к переработке и бонус к мастерству еще идет. А-а-а. Атуре Астари. Лидер и величайший из Астари. Победил своего брата Бардака. В обеих войнах против него. Принимает Ситилон в качестве подношения. Ну, мы как раз до этого добрались. Так, я смотрю, нам... Не хватает... Уборщиков. Уборщиков. Теперь бы найти, где мои уборщики все, кроме вот этого. На которого мы только что клацали. Кроме вот этого. Где-то тут, кажется, был еще один. Нет? Вот один еще. Радиус у него как раз на храм... До храма достает. Добавим здесь просто больше рабочих. И вот здесь, может быть, тоже больше рабочих. Тут два. Но нагрузка, я вижу, что... Можно сделать лучше. Все это дело... О, так. Мы тут достроили что-то уже, да? И это нам пока не надо. В таком количестве. Теперь мы можем скопировать вот эту штуку, так как она по размеру нам подходит вот сюда. Копировать. Вставить. Одну и вторую сразу ставим. Главное не забыть рецепт сменить. На одном инструменты, на другом броню будем делать. Я думаю, да. Кстати, инструменты, наверное, можно и в храм добавить. Нет, нельзя. Нельзя. Четыре жертвоприношения у нас было. Всего лишь. Может сделать тут где-то складик реально под... Вот этот сетилон. Тут у нас будет дорога. Куда-то сюда. И потом, может быть, еще наверх. До края карты. Может быть. А здесь сделаем небольшой склад. И... Может быть, поставим сразу здесь еще уборщика. Уборщику надо... Сколько там? Шесть... Семь... Шесть на шесть. Семь на семь. Я уже не помню. По-моему, вот так вот. Эму места хватит. Ну, можем тут еще и колодец сделать. Дополнительно. Для склада нам понадобится... Да пойдет, в принципе, вот так. Все, копаем. Население начало расти. Наконец-то. Так. Что-то я смотрю, у нас склад мясом забился. Мясом. Серьезно? Тх. Вот это поворот прям неожиданный. Давай принимать сюда мясо. Пару тысяч еще. Хлопок. Железо. Керамику сюда. Тут, кстати, рабочих надо поставить. Добавим овощей и фруктов сюда. Для столовки ближе будет. А, кстати, уборщика мы инструменты можем дать? О, можем. Давайте. Не пожалеем для них инструментов. Так. Население растет. Наука. Ну, вроде как растет, но медленно. Медленно. Бумага в плюсе еще. Мебель мы все израсходовали для строительства этих самых. Тут у нас плотник на максимум пока. Большие, конечно, мы такие строим. Тут одна мебель надо, а тут еще, да. Короче, мы с мебелью разобрались. Сейчас просто нужно перестать что-то строить на какое-то время. Особенно в таких масштабах. Хотя это не так просто. Я вот хочу еще библиотеку сюда. Черт. Как раз получается отличное местечко такое. Ряд можно будет вот этих полок поставить. Рабочих. Красивый такой. Так. Тут ставим броню сразу. Чтобы я не забыл. Здесь. Все надо достроить. Теперь все ресурсы загрузили. Тут я... Да, пусть максимум стоит. Тут, наверное, не буду максимум ставить. Жителей. Ну, в смысле, рабочих. Поставим где-то половину. Половину хватит. Так. Вот так вот сделаем. Во! Пошла прибавка, работяк. Вообще, я думаю, что мы тогда можем, раз такая пьянка, поставить еще. Построить одну вот такую комнату тренировочную. 20 на 24. Вот тут прям сверху симметрично сделаем. На 24. Вот так. На прибавка жителей стала. Или нет. Сразу пришло, как только я сказал, что все. Жителей прибавилось немного. Мы реально можем еще сотку бойцов тренировать сразу. Копаем мы по-прежнему долго. Нужно будет еще свет тут везде сделать. Да? Всякими мелочами заняться. Конечно же. Но, может быть, я это уже вне записи там немного покопаю. Сейчас хочу библиотеку еще одну бахнуть. Все-таки. Давайте посмотрим. Прошло у нас какое-то время. Во-первых, как у нас в этом регионе дела обстоят. Гарнизон сформировался. Мы можем теперь убирать отсюда. Да. Немного вот этого можем убрать. И у нас есть теперь еще 160 очков. А значит, что мы можем повысить налоги. Что нам отсюда хотелось бы брать? Тут мы, в принципе, на руднике можем и у себя поработать. Правильно? С этого региона, кроме рыбы, мне брать ничего особо и не хочется. Вот так вот в ноль. Да? Выходит. 127 рыбы. Хорошо. Пусть будет. Пусть будет. В любом случае, нужно будет еще увеличить количество столовых всяких разных и жилых помещений. Потому что населения стало весьма много. 2% шанса нападения. Кстати. Кстати. Давайте пока сделаем вот так. И добавим еще один отряд. Пусть все натренированные будут. Пусть все готовятся к войне. Она случится рано или поздно. Так. Есть. Строим библиотеку. Есть максимальная длина для библиотеки. Ладно, я построю 2. Сколько у нас тут получается? 60. Значит, на 30 строим. Не проблема. Это все у нас двери. А это двери. А, блин. Хотя нормально получается. Окей. Наверное, больше не будем. Наверное, больше не будем. Так. Вот так сделаем. При этом мы можем еще поставить вот так вот в ряд станций рабочих. Да. Вот, тихо. Блин. Это, конечно, дверь тут не в тему оказалась. Закроем ее нафиг тогда. Не будет здесь двери. Ну и немного полок мы можем поставить тут. Дверь перенесем сюда. С этой стороны полку. Полка нам особо ничего не дает. Я смотрю. Короче, надо застилать все коврами. Да и нормально будет. С тканью мы можем себе позволить. С тем производством, которое у нас есть. Смотрите-ка. Нам, наверное, не хватит. Да. А может быть, как раз. Если все коврами застелить, мы можем, по-моему, выделить... Нет, не можем выделить. Рамочкой все обвести не получится. 97%. Меня, в принципе, устраивает такой вариант. Я согласен. Дверь отсюда уберем. Пусть застроят ее. Так. Теперь сразу копируем. Ой. Не то скопировал. Вставляем ее сюда. Здесь делаем пару дверей. Вот так. Дополнительных. И все. Порядок. Может быть, даже сюда выход сделаем. Чтобы бумагу могли забирать сразу же. Отсюда. Вот здесь. Угу. Так. Ну хорошо. На этом, я думаю, мы серию пока что будем заканчивать. В следующей серии мы получим еще немного знаний. И сможем еще выучить несколько интересных, хороших технологий. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.